Сборная России укрепила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию. По итогам второго дня она опережает сборную США на 8 баллов. Вильтория Синицына и Никита Кацалапа выиграли турнир танцевальных пар, а Анастасия Мишина и Александр Галямов не оставили шансов конкурентам в короткой программе спортивных дуэтов. Михаил Коляда с личным рекордом в произвольной программе занял третье место, а Евгений Семененко неожиданно поднялся на пятую строчку. Второй день турнира открывался короткими программами пар, в которых российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галямов выступали фактически вне конкурса, так как Риска кому-то проиграть даже при среднем прокате не имел. В итоге россияне не избежали ошибок. Александр не справился с тройным сальховым, но это никоим образом не отразилось на результате. За год у нас произошло достаточно много событий. Мы поменяли тренера, случился коронавирус. Это немножко протормозило движение вперед, но мы сильно спрогрессировали и довольны своим результатом. Работа у Тамары Москвиной влияет положительно. Мы тренируемся с другими фигуристами, кто движет обе пары вперед. Приводят слова Мишина и ТАСС. Единственными, кто теоретически мог бы составить конкуренцию чемпионам мира в короткой программе, были опытнейшие Николь Делай Монико и Матео Гуаризе, к подготовке которых приложили силы такие выдающиеся специалисты, как Олег Васильев и Нина Мозор. На чемпионате мира в Стокгольме итальянская пара была восьмой, но свой лучший результат в короткой программе 73,70 баллов фигуристы показали двумя годами ранее. Причем эта сумма была вполне сопоставима с личным рекордом россиян 75,79. Ошибка партнера не позволила чемпионам мира превысить личный рекорд, но общая сумма в 73,77 балла предсказуемо вывела их в лидеры. По мнению известного тренера Татьяны Тарасовой, в срыве прыжка Галямова можно даже найти определенные плюсы. Замечательная программа, отличные элементы, но сорвал Саша Сальхов. Но ничего, даже при этой ошибке у них огромный отрыв от второй пары. Они первые, и это у никого не вызывает сомнений, потому что мастерство видно сразу. А этот срыв, видимо, был нужен для того, чтобы успокоиться и дальше серьезно подходить к прокату. Так что ничего страшного не произошло, цитирует тренера Спорт-24. Все остальные участники турнира спортивных пар слишком сильно уступали двум названным дуэтам в классе, чтобы вести речь о борьбе. Промежуточная победа Мишина и Галямова принесла сборной России очередные 12 очков, после чего отрыв от команды США составил 5 баллов. В свою очередь, самим американцам на одно очко подтянулись японцы. Второй 12-очковый козырь был в этот день в руках чемпионов мира в танцах на льду Виктория Синицына и Никиты Кацалапова, завершивших свой произвольный прокат в Осаке с результатом 130 и 15 баллов. На 2,87 балла меньше, чем был оценен прокат дуэта на мировом первенстве в Стокгольме. Тренер пары Александр Жулин незадолго до отъезда сказал, что фигуристы к мировому первенству сумели набрать совершенно потрясающую форму, поэтому по возвращении в Москву и Швеции не было нужды тренироваться в прежнем режиме. Вика с Никитой выходили на каток раз в день, лишь для того, чтобы поддержать ощущение льда. В Осаке они вполне могли позволить себе кататься в удовольствии, вообще не думая об оценках. Превосходство в классе позволило бы им не проиграть даже при нескольких падениях. Мы рады тому, как прокатали произвольную программу, рады, что принесли сборной России еще 12 очков и рады тому, как закончился сезон. После чемпионата мира в Стокгольме прошло мало времени, мы не успели потерять физическую форму, старались ее поддерживать, сохранить, говорила Синицына после соревнований. Кацалапов же отметил, что они с партнершей поддерживали друг друга. Все наши близкие нам очень помогали и давали нам силы. Мы с Викторией никогда не сдаемся, наш спортивный путь очень интересный, и мы счастливы, что в этом году получили такой бесценный опыт, добавил он. Не помешала победе дуэта и небольшая заминка. В конце программы у Виктории Синицыной расстегнулось платье, но это никоим образом не помешало ей докатать программу, не обращая на это никакого внимания. В плане командной борьбы России удалось выжать из танцевального турнира максимум, увеличив отрыв от США до 7 очков, в чем нашей стране немного помогли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, опередившие американских танцоров Кэтлин Гавайк и Жанна Люка Бейкера. Мужские выступления в произвольной программе с участием трехкратного чемпиона мира Нэтана Чена от США и двукратного олимпийского чемпиона Юдзура Ханя от Японии должны были, разумеется, командный баланс изменить. Вопрос был лишь в том, насколько значительными могут быть эти изменения. Все-таки с российской стороны сильнейшими противостояли не слишком опытный дебютант сборной в этом сезоне Евгений Семененко и не слишком стабильный Михаил Коляда. Вчерашний юниор безошибочно исполнил в воскресенье короткую программу, но остался в этом виде лишь седьмым. Имея третью за Ченом и Ханю сумму за технику. В пятницу подопечный Татьяна и Алексей Мишиных также был максимально точен в прыжках, включая четверной тулуп и Сальхов. И на этот раз суммой 166 и 33 балла оказался достаточно высоко. Могут взлететь еще выше. Французу Кевину Эмазу Евгений проиграл чуть менее трех баллов, но подвели непрыжковые элементы. Первый уровень сложности в одном из вращений и второй в дорожке шагов. Коляда выдал прокат сезона, установив новое личное достижение 180 и 72 балла. Ошибся лишь в Риттбригере, сдвоив этот прыжок, но в целом сделал хорошую заявку на то, чтобы занять в мужском турнире третье место за Ченом и Ханю. Правда для этого потребовалось, чтобы ошибся Джейсон Браун. В первый день турнира американец замкнул тройку в короткой программе, несмотря на отсутствие четверных прыжков. Произвольно он зашел на четверной Сальхов и почти преуспел в прыжке. Пошатнулся на выезде, но не упал. Но напряжение дало себя знать. Джейсон сделал бабочку вместо второго тройного акселя и упал с тройного лутца. В итоге американец получил 160 и 33 балла и ушел под обоих россиян. Эймоза, японца Сема Уна и итальянца Даниэля Грасселя. Внутрикомандный поединок между Ханю и Ченом завершился очередным триумфом американца, продлившего серию побед до 14 подряд. Поединка как такового собственно и не случилась. Чен опередил японца почти на 10 баллов. Ханю катался с ошибками. В частности сделал бабочку вместо четверного Сальхова. Но даже чистое исполнение прыжка вряд ли бы ему помогло. Трехкратный чемпион мира, приехавший в Осаку без тренера, явно катался не в полную силу. Но в выигрыше все равно осталась сборная России. На перерыв перед заключительным днем команда ушла опережая на 8 баллов США и на 13 в Японию. Интересно, что в мужском турнире, если оперировать критериями командной борьбы, Россия вышла победителем. Коляда и Семененко вдвоем набрали столько же очков, как Ханю и Уна. И на одно больше, чем Чен и Браун. Тренер Татьяна Мишина подвела итоги выступления Евгения Семененко и Михаила Калиды на командном чемпионате мира в Осаке. Мальчики сегодня показали отличные прокаты. Команда продолжает лидировать. Всегда можно что-то улучшить. Но и у одного, и у второго нашего фигуриста все было сделано по максимуму. Собрались, чувствовался настрой. Я разговаривал вчера с Женей. Он говорит, что чувствует большую ответственность, потому что это командный турнир. Но это положительное ощущение. Все переживают у тебя, болеют, и ты понимаешь, что команда подвести нельзя. Так что командный дух, коллективное желание и поддержка, все тут сработало. Можно прогнозировать, что мы победим. Но главное выйти и все сделать. Говорить о победе пока рано. Еще будет старт у девочек и произвольная программа у пар. Ну а мальчики сегодня все сделали отлично. Вот такая моя оценка, сказала Мишина. Доволен прокатами мужчин и Алексей Мишин? Ясно, что прокатами Семененко и Калиды я доволен. Здесь даже спрашивать нечего. Как можно быть недовольным? Надо было что, Ханю и Чена в клочья разорвать и растоптать, чтобы довольным быть? Отчего больше всего удовлетворения получил? Если я скажу, отчего получаю удовлетворение, боюсь вы это поместите в интернет. Можно я воздержусь? Сказал Мишин. Прокомментировал выступление мужчина и четырехкратный чемпион России Максим Ковтон. Пару минут назад посмотрел выступление Миши Калиды. Это гениальная постановка. Миши очень идет этот костюм. Он выглядит уверенно. В катании появилась элитность. У Калиды уже были высоченные классные прыжки, которые всегда получают максимум от жюри. Такую программу, думаю, можно было и оставлять на Олимпийские игры. Что касается общих результатов, то у ребят пока все складывается очень хорошо. Есть все шансы на победу. Может ли что-то помешать выиграть? Лед скользкий, как у нас принято говорить. Но с таким настроем, который сейчас, шансов победить намного больше, чем у других, сказал Ковтон. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева, капитан сборной России на командном чемпионате мира, подвела итоги второго соревновательного дня турнира. Я очень довольна сегодняшним днем. Наши ребята прекрасно выступили, заняли самые высокие места. Я очень горжусь своей командой, что они у меня такие сильные, замечательные и уверенные. Рада тем, как прошел сегодняшний день. Я счастлива. Сегодня, смотря на таблицу после мальчиков, невозможно не радоваться. Таких баллов мы давно не видели после второго дня. Очень надеюсь, что завтра все пойдет, как мы планируем, и мы останемся на этом месте. Будет очень здорово для меня, если Россия впервые победит на командном чемпионате мира и капитаном буду я. Это очень круто. Но нужно дожить до завтрашнего дня, поболеть за пары, чисто прокатать девушкам. Думаю, все будет хорошо. Настрой у нас боевой, сказала Туктамышева. Субтитры создавал DimaTorzok